Сделано в Абакане Сделано в Абакане Мария, более года существует Ваш бизнес, молодое предприятие, безусловно, но при этом уже обладает, конечно, клиентской базой, материально-технической и большими перспективами. Но есть временная, отправная, скажем так, точка, с чего Вы начинали организовывать свое дело? Начинали мы с ателье, это было более двух лет назад. Мария Геннадьевна Кокова имеет высшее образование по специальности охрана окружающей среды. Также имеет академические навыки в сфере швейного производства. В 2009 году окончила Хакасский государственный университет имени Николая Федоровича Катанова. С весны прошлого года организовала собственное швейное производство. Мария Геннадьевна Кокова Некоторые аксессуары, одежды. Про Ваш предыдущий опыт, когда Вы работали специалистами, я так понимаю, в ателье, непосредственно с заказами. Хватило ли Вам этого опыта, чтобы уже потом, скажем так, руководить процессом? То есть, как долго Вы проработали в ателье и чем там занимались? Мария Геннадьевна Кокова Вообще, ателье и швейное производство — это, можно сказать, две разные сферы. Для меня лично, как для организатора, возможно, руководителя. В ателье это больше погружение в процесс. Это мне также помогло сейчас, в дальнейшем руководить уже знание каких-то процессов, изучение их. И также работа с клиентами. Там у меня были индивидуальные клиенты, это население, граждане населения. Здесь уже предприниматели. Это также есть какой-то опыт. И что-то из прошлой деятельности Вы перенесли в нынешнюю, может быть, в качестве моделей, лекал, чего-то такого, что можно увидеть сегодня у Вас здесь? Я думаю, с прошлой деятельности это перешло, скорее всего, в основном заказчики. Некоторые заказчики, да. Да, о клиентской базе чуть позже поговорим. Вот о Вашей линейке. Потому что Вы шьете, я так понимаю, на заказ, но при этом это одежда такая в повседневном стиле, с национальными элементами. И для учреждений там, для косметологии и прочих вот видов деятельности. Вот как создавалась эта вот линейка? Сейчас мы отшиваем мужскую и женскую одежду. Это одежда из трикотажа. Есть, да, направление медицинская одежда. Это костюмы медицинские. А вообще у нас лекала. Их создавал специалист, дизайнер-конструктор. Как Вы создавали сами какие-то образцы, эскизы? То есть чем вдохновлялись? Тем, что вообще это был запрос заказчиков. А заказчик приходит, говорит, мне нужно вот так. Мы для него создаем лекала, дизайн. И таким образом у нас вот набралась вот эта вот база лекал некоторых. В основном наши заказчики это местные предприниматели, локальные бренды, которые ориентируются на население республики. Если мы говорим про спецодежду, то она тоже имеет свои какие-то четкие характеристики, по которым Вы ее изготавливаете. Спецодежда, да. Это уже стандарты, стандарты медицинской одежды, косметологии. Там уже мы ориентируемся больше на удобство и на комфорт, конечно же, сотрудника. По многому это такие базовые, можно сказать, заготовки одежды. То есть это в редком случае принт, какая-то нашивка. То есть это такой трикотажный костюм, футболка, может быть какие-то еще дополнительные аксессуары. То есть у Вас на такое простое, ненагруженное, я бы сказала, производство, с чем это связываете? Да, конечно, база занимает большой процент в нашем производстве, потому что это востребованная ежедневная, повседневная одежда. И какие-то дизайнерские уже изыски, мы также их выполняем, если есть в этом необходимость. Но она, конечно, ну меньший процент уже занимает в производстве. Возможно, 20-30 процентов. Это что-то особенное. Трикотаж, в принципе, ткань такая, она не грубая. Она поддается хорошим манипуляциям. А другие, может быть, виды ткани Вы также отшиваете, ну что-то делаете из них. Спецодежду мы отшиваем. Это костюмные сорочечные ткани. Тоже немного иной профиль. И здесь нужна подготовка. Всё оборудование у нас имеется для пошива данных моделей. Вы упомянули, что также перенесли не только, скажем так, механику из ателье, механику производства в некотором смысле, но и вот свою клиентскую базу. Она полностью у Вас сохранена или это какая-то часть, и к ней ещё вот сейчас добавились новые клиенты? Добавились новые клиенты. Мы о себе пытаемся рассказать, рекламируем себя. И добавились, как я уже говорила, это местные бренды какие-то локальные, небольшие, которые хотят реализовать свои идеи. Если мы говорим о местных брендах, то есть у них есть свой логотип, ну к этому логотипу они, то есть у Вас, изготавливают полностью всю одежду. Своё только вот просто брендирование, так понимаю, идёт. Да, тут есть два варианта. Некоторые отшивают только вот одежду, а в дальнейшем уже брендируют её, возможно, здесь же продают. И также у нас есть заказчики, которые пытаются, возможно, уже продают. Ну да, некоторые уже успешно продают на маркетплейсах. Для них у нас есть такая комплексная услуга, это подшив брендирование и отправка. В планах есть, чтобы выходить в целом на маркетплейсы, как-то торговать на электронных площадках. Ну, потому что это сегодня, мне кажется, наиболее популярно, чем вот обычные такие очные продажи. Да, верно, это очень интересное направление. И, конечно, хотелось бы также реализовать свои планы и свой продукт, проект какой-то уже продавать на маркетплейсе. Для этого требуется, я так понимаю, наиболее высокий объём из того, что вы делаете сегодня. То есть этого недостаточно, если пойдут, опять же, массовые заказы на маркетплейсе. То есть нужно отшивать намного больше. Это большие объёмы, для этого необходимы лишь сотрудников швей, каких-то конструкторов и раскроющиков. Павел, на правах мужа Марии, вы, как один из, наверное, вдохновителей, сорганизаторов этого дела. Ну, вот насколько сегодня прочная материально-техническая часть, хватает ли вам этих единиц, на которых сегодня работают ваши сотрудники? Ну, на текущий момент мы думаем, и у нас есть в планах расширения, увеличения парка оборудования. Павел Николаевич Коков имеет высшее образование по специальности промышленное и гражданское строительство. В 2005 году окончил Хакасский технический институт. Профессионального, качественного, также увеличения площади, расширения, то есть увеличение, это даст нам больше поток. Трудно ли было приобретать вот то, что есть на сегодняшний день? Может быть, есть планы изменить как-то это, новые машинки поставить швейные? Нужно ли это? Ну, в принципе, мы начинали с бэушного парка, потом начали закупать новые, старые продавать. И сейчас потихоньку модернизируем и обновляемся. Зарубежное российское оборудование? К сожалению, профессиональное швейное оборудование, оно только зарубежное, отечественное, к сожалению, мы не нашли. Может быть, он существует, но мы не нашли пока. Импортное, китайское, довольно качественное, быстро, хорошо работает, не вызывает нареканий по качеству, по обслуживанию. Ну, в случае того, если какой-то элемент выходит из строя, как быстро можно его заменить, отремонтировать, заказать? Нет ли с этим проблем? Ну, в принципе, нет. Мы, когда покупаем оборудование, сразу закупается, в том числе, комплект запчастей, зипы, расходники все. И по мере расходования, в принципе, закупается, докупается все, что нужно. Вторая основа производства – это ваша кадровая составляющая. Вот, пока что, я так понимаю, два основных сотрудника. Штат будет или еще расширять? Да, хотим расширить шат. Мы хотим, чтобы у нас был отдельный человек, который занимается только раскроем. Конструктор профессиональный, который уже будет у нас в штате. И также, ну, швей, линейные работники тоже нужны. Пока что с конструктором вы сотрудничаете дистанционно, то есть по заказу электронным способом. Почему нет в штате? То есть здесь сложно найти такого человека, подготовленного. Вообще, вот, занимались поиском такой кадровой составляющей? Да, конечно, мы искали, публиковали объявления в интернете. Те, кто откликаются, либо недостаточно квалифицированы, либо подходят нам по каким-то другим признакам. Ну, у вас это и производственная площадь, и торговые, наверное, части, и ваше офисное помещение. В дальнейшем, то есть, насколько вам нужно расширяться? Может быть, в квадратных метрах? Ну, да, сейчас у нас в одном помещении и производственная, и складская, и офисная часть. Сейчас мы планируем выделить офисную часть в отдельный кабинет. У нас на счету ведется работа, переговоры с собственниками. То есть потом мы расширим производство, и когда будет уже объемы, мы уже будем расширяться в славских помещениях. Но нам это не очень нужно, потому что мы стараемся работать с колеса. То есть, приход товара, приход сырья, мы его быстро обрабатываем и сразу отгружаемся, чтобы минимум временных затрат и всех потерь было. На рабочей встрече также упоминалось об автоматизировании процесса. Вот как вы видите автоматизацию, можно ли ее здесь провести? Да, есть специальные автоматизированные раскроеченные комплексы, которые позволят минимизировать ошибки раскрощика, увеличить производительность, выход готовой продукции. Вся продукция, которая будет раскроена автоматизированным способом, будет иметь намного большее качество по крою, по геометрическим параметрам и будет лучше удовлетворять потребности нашего покупателя и конечного потребителя. Не испытывали ли трудностей в заказе комплектующих, в тканях, в сырье? Потому что, наверное, после 2022 года все равно какие-то отголоски чувствуются на российском рынке. Трудности появились в связи с тем, что, во-первых, пропали некоторые бренды, некоторые марки оборудования по тканям, по расходникам. Да, тоже изменилась, цена повысилась, но, в принципе, не так критично. Была вспышка, сейчас уже цена стала более-менее разумной. Потом уже многие потребители уже привыкли к высокой цене повышенной. Нас, безусловно, радует, что количество производственных предприятий на территории города увеличивается. И вот сегодня мы знакомимся с молодым предприятием, которому всего один год. Сложился достаточно большой круг потенциальных клиентов, для которых они готовы работать и разрабатывать, и выпускать новые виды продукции. А это самое главное. Будет производство, будут развиваться и другие сферы экономики города. Есть, я так понимаю, все равно уже первые крепкие такие шаги на местном рынке, и определенный успех. Потому что вы продолжаете работу, у вас есть заказы. На чем основывается ваш успех? Может быть, успех это громко сказано. Мы закрепились на том, что сейчас у многих есть запрос реализовать именно свою идею. Мы и как-то основательно сейчас можем работать и стоять на ногах, смотреть в будущее. Совет какой бы вы дали тем, кто свое дело начинает в этом году? Наверное, запастись терпением и более позитивным взглядом на жизнь. Начинающим я бы посоветовал, во-первых, не бояться. Ничего страшного не происходит. Даже если что-то не получается, это не получается один раз. Потом это все можно исправить. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть в курсе. Увидимся!